Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить организаторов этого форума за представленную возможность осветить наш опыт. Спасибо большое. Мы представляем Центр ядерной медицины в Архангельске, который открылся всего лишь два года назад. И сегодня речь пойдет о роли радиотерапии в лечении высокодифференцированного рака щитовидной железы. Чем вызван интерес медицинского сообщества к заболеванию, которое не возглавляет, откровенно говоря, рейтинги опасности в плане смертности и имеет высокую выживаемость, как нам известно. В 2014 году, в 2015 году вышли такие ключевые медицинские документы, которые вызвали интерес всех специалистов, которые занимаются проблемой рака щитовидной железы высокодифференцированного. Это рекомендация Американской тереодологической ассоциации по ведению больных стереоидными узлами и высокодифференцированным раком щитовидной железы и руководства Британской тереодологической ассоциации. По прогнозу, встречаемость, заболеваемость высокодифференцированным раком щитовидной железы будет только увеличиваться в связи с улучшающейся диагностикой. И к 2019 году по прогнозным данным АТА Американской тереодологической ассоциации высокодифференцированный рак выйдет на ведущие места, по крайней мере, у женщин и на ведущие места в онкологической статистике в других развитых странах. По примеру, например, той же самой статистики в США в 2009 году было примерно 37 тысяч новых случаев, в 2014 году уже 63 тысячи новых случаев. Мы точно так же знаем, например, корейскую проблему, корейскую эпидемию рака щитовидной железы, где заболеваемость увеличилась за 20 лет в 17,5 раз. Однако при всем при этом смертность остается достаточно низкой, это меньше 1% от всех онкологических потерь. Однако рост финансовой нагрузки постоянно возрастает в связи с изменяющимися подходами к лечению больных, в связи с увеличивающейся поживаемостью и нагрузкой финансовой в связи с лекарственным обеспечением. Итак, что нового было в этих рекомендациях, выпущенных за последние годы? Вообще всех пациентов выделили в 21 клиническую группу, но поскольку невозможно для 21 клинической группы разработать отдельные конкретные рекомендации, пациентов точно так же классически разделили на группы низкого, среднего и высокого риска по развитию рецидивов. В группе низкого риска обсуждается более либеральный подход в плане выбора тактики лечения хирургического, то есть остается возможность выбора лобоктомии или тотальной тиреодиктомии. Рекомендуется тщательное наблюдение ультразвуковое, контроль тиреоглобулином с целевым диапазоном от 0,5 до 2 международных единиц ТТГ. И вот в этой же группе низкого риска возможно рассмотрение обляции радиоактивным йодом. То есть там прямо так и сказано в рекомендациях, возможно в некоторых случаях назначение радиоактивного йода. В группе промежуточного риска никогда не обсуждается лобоктомия, всегда в плане хирургического лечения это тотальная тиреодиктомия. Радиоабляция оправдана в активности 30 миликюри, и радиоид терапия показана в активности от 100 до 150 миликюри. Целевой диапазон ТТГ, как вы видите, снижается до 0,1-0,5 мили международных единиц. Группа высокого риска радиотерапия всегда достоверно повышает выживаемость и всегда назначается и при наличии отдаленных метастазов назначается в активности от 150 до 200 миликюри. Целевой диапазон ТТГ должен быть в супрессивном уровне меньше чем 0,1 мили международной единицы. В 2014 году открылся наш центр ядерной медицины. Это был результат пилотного проекта Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства. Одновременно в 2014 году открылось несколько подобных центров. Это вот у нас в Красноярске, в Казани. Мы начали функционировать одномоментно. За два года накопился небольшой опыт работы, которым мы хотим с вами сегодня поделиться. Наше отделение небольшое. Оно представлено всего из 10 одноместных палат, специально приспособленных для ведения пациентов на закрытом режиме после приема йода. И на сегодняшний момент мы практикуем там лечение пациентов радиоактивным йодом с высокодифференцированным раком щитовидной железы, терапию костных метастазов любых раков с тронцием, ну и терапию теритоксикоза. У нас хорошо оборудовано отделение с круглосуточным наблюдением пациентов, достаточно безопасная фасовка в современном оборудовании. И у нас проводится посттерапевтическая сцентеграфия как на планарной гаммокамере, так и мы используем аффект КТ, совмещенный с КТ. Вот практически 600 курсов радиоотерапии мы провели. Средний возраст наших пациентов – это 50 лет. Безусловно, больше 80% из пролеченных случаев высокодифференцированного рака щитовидной железы – это был папиллярный рак. Практически 80% – это пациенты, которые к нам первично направляются после тереодектомира на радиоотабляцию. И всего 22% – это пациенты, которые едут к нам на лечение метастазов. Вот интересный клинический случай. Это пациентка 72 лет. Первичная диагностика у нее была с огромного метастаза костного в области грудины. Грудина была огромная, разрушенная, деформированная. Она прооперировалась в одном из федеральных центров в Москве. Был выявлен, безусловно, до операции был выявлен папиллярный рак щитовидной железы, проведена одномоментная тереодектомия, и она поступила через некоторое время к нам в отделение на терапию радиоактивным йодом. На первом посттерапевтическом скане вы видите для себя, для вас это левая картинка, мы видим на планарной гамма-камере следы накопления в ложе щитовидной железы, каких-то 3 очага накопления в области, возможно, грудины, и один, вот вы видите, в тазовых костях. То есть по проведенной просто планарной сцентиографии определиться, где есть конкретно очаг накопления, ну то есть с точки зрения анатомического накопления, невозможно. Мы во всех абсолютно 100% случаев проводим эффект КТ, для того, чтобы наиболее четко анатомически определять, где находится очаг накопления. И при проведении эффекта КТ легких, вернее, грудной клетки, выявлено, что это не рецидив в грудину, то есть в рецидивированную грудину. Это все 3 очага, это метастазы в легкие, и вот этой же пациентке, пример, у нее еще есть метастаз в шейку бедра. Здесь представлен интересный клинический пример, как выглядит КТ и эффект КТ, посттерапевтический скан на пятый день у пациента с метастазом в тело позвонка. На обычной планарной сцентиографии это тоже выглядело бы как метастаз в легкие, то есть это точная топическая диагностика. Здесь остаточная ткань щитовидной железы, и это возможность для дальнейшего, вероятного оперативного лечения при рецидиве. Здесь метастаз, подтвержденный в лимфатические узлы. И поскольку до сих пор во всех международных рекомендациях нет четкого ответа все-таки, какие активности назначать, то есть там достаточно большие терапевтические диапазоны по активности. Отдается на откуп клиническому врачу, кого конкретно направлять, вот как, например, с представленной мною группой низкого риска. Для себя мы поставили вопрос, ну, по крайней мере, попытаться ответить на него, кого надо направлять на радиооттерапию, на радиоотабляцию. Мы проанализировали практически все случаи истории болезни, использовали для себя стратификацию больных с дифференцированным раком щитовидной железы на основе европейского консенсуса и разделили всех больных на низкий, умеренный, в соответствии с этой классификацией, высокий риск. Вы все знаете эту классификацию, она достаточно известная. И у нас получилось, что 12% пациентов – это пациенты из группы низкого риска, которым, по идее, по существующим рекомендациям, радиоотерапия не показана. Однако при проведении лечения, то есть они к нам все попали, они попали по высоким технологиям ПВМП на лечение, однако при проведении лечения, я сейчас покажу на следующем слайде, какие у нас получились результаты, 83% накопили в ложе щитовидной железы. То есть это либо был рецидив у пациента, либо, скорее всего, функционирующая остаточная ткань. Да, скорее всего, это функционирующая остаточная ткань, но для того, чтобы потом пациентов наблюдать, для того, чтобы потом оценивать, есть рецидив или нет по уровню тиреоглобулина, все-таки, вероятнее всего, проводить радиоотабляцию после оперативного лечения требуется пациентам даже низкого риска. И вернемся к предыдущему слайду. И примерно 9%, то есть 12,9% – это пациенты из низкого и умеренного риска. И 9% пациентов умеренного риска, они у нас накопили в 70% случаев. То есть тоже это очень высокий процент накопления, а группа умеренного риска тоже выбор, кого из пациентов направлять на радиоотерапию, это тоже остается на откуп доктора. То есть он самостоятельно определяется, нужна радиоотерапия или не нужна радиоотерапия. Ну и очень остро стоит проблема радиоотрефрактерности, поскольку и в предыдущем докладе только что упоминалась проблема о том, что постепенно рак щитовидной железы, даже если он изначально высокодифференцированный рак, или он изначально имеет свойство радиорефрактерности, или он на фоне проводимых курсов лечения радиоактивным йодом постепенно происходит додифференцировка опухолевых клеток, и пациенты постепенно перестают реагировать на проведенное радиоотлечение. К сожалению, на сегодняшний момент тоже нет достаточно четких рекомендаций по тому, каким образом вести этих пациентов. То есть тоже они такие достаточно размытые. И мы точно так же попытались обработать наш материал. Из 50-40 курсов радиооттерапии 74 случаи не накопили. Это примерно 14%. По мировой литературе радиоотрезистентные раки встречаются от 5 до 15%. То есть мы уложились вот в этот процент. Проанализировав все вот эти истории не накопивших, мы исключили примерно 3% случаев, и осталось у нас около 10% случаев, которые действительно подверглись обработке. Все эти случаи разделили еще на 3 группы. В первую группу, это 2%, попали точно радиорезистентные больные, которые уже неоднократно проходили курс радиоиода, которые получили курсы от 2 до 10 курсов радиооттерапии. У таких пациентов достаточно часто встречалась изначально стадия Т4. Очень часто они имели неблагоприятные гистопатологические варианты типа фолликулярного рака, толцел. Они очень часто исходно имели инвазию в жировую клетчатку и в мышце. У них был очень высокий уровень тириоглобулина перед каждым курсом радиооттерапии. И большинство из них имело метастазы либо в кости, либо в легкие. И примерно 6% случаев это пациенты, которые однократно не накопили. Но мы ведь с вами понимаем, что если они однократно в ходе череды радиооттерапии не накопили, значит, наверное, вот эта дедифференцировка произошла. То есть у них чувствительность к радиооду потерялась. И официально мы еще их не можем назвать радиорезистентными. Мы не можем им назначить, даже если происходит прогрессия, мы не можем им назначить ингибиторы терезинкиназ. Но они должны попасть в такое достаточно поле зрения, очень внимательное. И к этим пациентам особая внимательность должна быть предоставлена. Это примерно 6% из всех наших пациентов. Это тоже достаточно часто пациенты исходно с 4 стадии или это 4 местная стадия. Это фолликулярный вариант папиллярного рака или его особые варианты. Часто бывает с инвазией в жировую клетчатку в мышце. Тоже с большим процентом случаев исходно с метастазами в легкие и в кости. Ну и вот из всех ненакопивших мы исключили, проанализировав пациентов, 20 пациентов исключили из вот этой вот подозрительных на радиоид-резистентность. Поскольку это были пациенты, как мы решили, что, скорее всего, они были очень хорошо повторно прооперированы после рецидива. Ну то есть там был низкий уровень тереглобулина, и к ним применялось только динамическое наблюдение в последующем. К нам ездит очень много пациентов, поскольку мы работаем. Мы у федеральных центров, и мы работаем по высоким технологиям. Федеральные квоты мы можем их выдавать, ну то есть как бы пациенту из любого региона Российской Федерации. У нас, посмотрите, география обширная. Но основное, конечно, это пациенты европейских регионов, но ездят даже из Сибири, из Камчатки, собираются приехать пациенты. В общем, хочу сказать заключение. У пролеченных в нашем центре пациентов из групп низкого умеренного риска, соответственно, в 80-70% случаев определяется накопление йода-131 после проведения радиоид-терапии. Предполагаем, что радиоид-абляция показана абсолютно каждому пациенту после тотальной тиридектомии. В качестве предиктора рецидива необходимо обязательно использовать определение уровня тереглобулина, но обязательно должен быть стимулирован тереглобулин. И рекомендуется только лишь однократное повторное проведение радиоид-терапии пациентов из группы формирующейся радиорезистентности. В литературе нет такой группы формирующейся радиорезистентности, но мы сами для себя ее таким образом назвали для того, чтобы их не потерять, этих пациентов из дальнейшего динамического наблюдения. Благодарю за внимание. Спасибо, Лариса Александровна. Пожалуйста, к докладчику вопросы. Прошу. По поводу последней, исключенной вами группы из 20 больных, которых повторно качественно прооперировали и исчезла радиоид-терапии пациентов. Может быть, если хорошо прооперировать в первый раз, то не надо будет радиоид-терапии пациентов? И добавок к этому вопросу... Возьмите микрофон, пожалуйста. Все-таки, может быть, хирургическое лечение качественное определяет дальнейшую тактику лечения? Спасибо за вопрос. Мы не утверждаем, что она исчезла. Просто проанализировав все данные, то есть результаты хирургического лечения, не то чтобы они сразу же были. То есть, например, пациент однократно был направлен после первичного хирургического лечения, например, после тиреодектомии. Остаток копил или, например, какой-то лимфатический узел копил. В дальнейшем... Это достаточно частая ситуация у пациентов. В дальнейшем у пациентов через полгода определяют, что тиреоглобулин высокий, лимфатические узлы визуализируются какие-то, ну, то есть лимфоденопатия, подозревается рецидив. Ему делают с учетом нашей посттерапевтической вот этого скана, ну, то есть делается повторное хирургическое лечение. И когда он второй раз поступает к нам, он ведь не копит, потому что это очень хороший результат хирургического лечения. Поэтому... Мы не говорим о том, что это радиорезистентно, но нам нужно и этих радиорезистентных как-то выбрать, то есть мы выбираем этих пациентов из ненакопивших, ну, то есть которые не накопили. И вот мы говорим, что из ненакопивших примерно 30% это... Ну, мы предполагаем, это очень хорошо радикально прооперированные пациенты. Там вопроса о радиорезистентности нет. Я к тому и говорю, что если очень хорошо радикально прооперировать первый раз, то, может быть, не встанет вопрос о радиорезистентной пациенте. Есть показания, да. И мы послеоперационно решаем вопрос о проведении данного вида лечения. Да, но вы же понимаете о том, что... Вот смотрите, вот наши результаты, они показывают. Мы, например, как некоторые центры, мы не отказываем пациентам с первой стадии. Или вот если мы смотрим местное распространение, с микроинвазиями в капсулу, или там с небольшими одиночными очагами, мы не отказываем. Другие центры могут, например, написать, у вас низкий риск рецидива, вам радиотерапия не показана. Но нам просто с чего-то же надо было начать. Согласитесь, что просто так опыт, он как бы не набирается. И мы не навредили этим пациентам. Взяли пациентов с низким риском. И показали, что 80% у пациентов с низким риском с хорошо проведенной... Ну, мы сразу же априори полагаем о том, что все хирурги хорошо оперируют, с хорошо проведенным хирургическим лечением, с тотальным. То есть, по крайней мере, пишут о том, что все технически прошло нормально, без каких-либо сложностей технических. 80% из них копят. Мы при этом, видите, как скромно говорим о том, что это не обязательно рецидив. Вероятнее всего, это остаточная ткань. Конечно, да. Спасибо, Лариса Александровна. Еще вопросы будут? Да, пожалуйста. Микрофон. Спасибо за демонстрацию первого интересного вашего опыта. В одном из первых слайдов вы продемонстрировали распределение пациентов по морфологической диагностике дифференцированных карцином и, насколько я помню, там папиллярный рак, фоликулярный рак и смешанный. Этот слайд вы сформировали на основании пересмотра препаратов пациентов, которые к вам приезжают, или на основании выписанных эпикризов пациентов, которые к вам приезжают? Это первый вопрос. Нет, то есть мы пересматриваем и препараты у себя, и только тех, которые к нам приехали. Я не поняла вопрос. То есть мы их пересматриваем. Вы осуществляете рестодирование при необходимости, да? Да. Или гистологическое там какое-то пересмотр, и после этого принимаете решение радиотерапии. Тогда мне не очень понятно, почему у вас в этой группе появились смешанные формы фоликулярного и папиллярного рака. Это морфологическая форма, которая на сегодняшний день исключена и отсутствует среди пациентов с высоко дифференцированными карциномами. Это первый вопрос. Это вопрос от морфолога. Да, это вопрос к вашим морфологам, судя по всему. Ну да, к сожалению, я не могу, может быть, достаточно точно ответить на этот вопрос, но тем не менее фоликулярный вариант папиллярного рака существует. Это вот эти вот формы. Да, но это не смешанный, это не смешанный высоко дифференцированный рак. Это папиллярный рак, фоликулярный вариант. Да, учтем. И второе. Группа фоликулярной карциномы, которая у вас обозначена, она вообще гидрогенная группа. Она относится, к ней относится высоко дифференцированной, мало инвазивной, широко и низко дифференцированной. Вы объединили в фоликулярную карциному все эти три разные биологические группы или нет? Это ведь только вот краткий результат, это краткое резюме работы, и целью нашей, на самом деле, этой презентации не было показать нам гетерогенность, молекулярную гетерогенность гистологическую, фоликулярных или конкретно там папиллярных раков. Просто этот слайд, который показал, где я хотела нацельно сказать, что это в основном папиллярные раки приезжают. Но он чаще всего встречается, поэтому чаще приезжает. Просто не в этом ли проблема, которую вы потом демонстрировали в качестве рефрактерных, потому что вы неправильно стадировали, вы неправильно определяете гистологические формы. Это не только мы, они к нам приезжают. И поэтому появляется рефрактерная группа, потому что она первоначально оценивалась недостаточно верно. Спасибо. Да, но и эти группы, они и заведомо, они сразу же, если это фоликулярный рак, он будет, может быть, с меньшей интенсивностью реагировать на лечение радиоактивным йодом, тем не менее проблема-то всё равно остаётся. И по клиническим группам рисков фоликулярные раки тоже включаются в группы риска низкий, умеренный или высокий риск по рецидиву. И они входят в группу умеренного риска или высокого. И совсем тогда короткий вопрос. В любом случае всё равно показана радиотерапия. Проводите ли вы радиотерапию малоинвазивной, высокодифференцированного фолликулярной карциномы щитовидной железы? Проводим. Спасибо, спасибо, Лариса Александровна. Конечно, были сложные вопросы от морфолога к диагносту лучевому, да? Пожалуйста, ещё остались вопросы? Пока нет. Я хотел бы предложить прокомментировать, Али Мурадыч. У меня просто... Спасибо, во-первых, за интересное сообщение. Я считаю, что хорошие результаты у вас получены. Тем более, что вы только недавно начали работать. Спасибо. Но маленький комментарий хотел бы. Вот вы относите группу... Вы выделили группу низкого риска, к которым больным, которым вы проводите лечебную радиодабляцию, да? Да. Нет, именно вот я хочу сказать про группу низкого риска. Но там, вы сами об этом говорите, что это больные с остаточным стереоидным остатком. Получается так, что можно понять из вашего доклада, что это показания. У вас есть показания для группы низкого риска проведения радиодабляции. Это не так. Здесь не нужно смешивать эти группы больных. Есть группы отдельно низкого риска, больные, которые нормально, хорошо сооперированы, без остаточного, без стереоидного остатка, которые тоже накапливают на диагностической синтеграфии ее, но в небольших количествах, в ложе. Это отдельная история. А те больные, у которых есть стереоидный остаток, вы их лечите дальше по своей программе, или абляцию стереоидного остатка, для того, чтобы дальше мониторировать. Это другая история. Просто не нужно их в группу низкого риска вставлять, этих больных. Понятно, что они были бы в этой группе, если бы они адекватно были сооперированы. Но их неадекватно сооперировали. У них есть остаток стереоидного. Здесь уже нужно его убивать. Но мы, к сожалению, не можем сейчас их разделить, вот эту группу низкого риска, потому что мы же всем не делаем. Просто вы, получается, меняете показания, которые уже устоялись, мировые. Их не нужно менять. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Александр, спасибо. А, да, секундочку. Вы можете присесть, да. Я хочу сказать, что такой энтузиазм всегда встречается, когда человек начинает работать, заниматься чем-то хорошим, интересным и большим. Так вот, Лариса Александровна нам это продемонстрировала. А кроме того, я хочу сказать, что вот их центр в Архангельске оснащен, по-моему, лучше всех аналогичных центров в нашей стране. И уверен, что перспективы у этого коллектива хорошие. И что очень важно для больных в первую очередь. Спасибо.